Это показательный спуск. До него Альфия так рисковала лишь несколько раз. Потом начались дни домашнего заточения и просьбы в местное домоуправление. Каждый раз, когда спускаемся и по подъезду, и здесь, очень сильный страх у него, конечно. Обещали устанавливать вас во вторник утром. Сегодня уже четверг. 16-летний Айдар живет без ежедневных полноценных прогулок почти два месяца. Неудобно, страшно бывает, когда спускаешься. Еще шею тяжело иногда. У меня шея падает, поэтому иногда даже больно бывает. Новым местом пандуса недовольны и остальные жители дома строителей 11Б. В первую очередь из-за соображений по технике безопасности. Сейчас пандус стоит без какого-либо крепления. На нем часто играют дети. Он, конечно, тяжелый, но сдвинуть с места и перевернуть его все-таки можно. А это уже опасно. Дети играют там. И нельзя говорить, что дети, они же дети. Они все равно играют. Пандус демонтировали в связи с ремонтными работами придомовой территории. Сейчас во дворе дома строителей 11Б новый асфальт и тротуары. Ради этого можно было потерпеть. Обидно, говорит Альфия, что сейчас нет никаких преград, чтобы вернуть пандус на место. Но коммунальщики сделать это не торопятся. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов. Новости НТР.